Добрый вечер, дорогие дамы и господа! Пожалуйста, присаживайтесь. Итак, мы сегодня с вами будем изучать следующую тему, которая называется «Принцип разрушения отношений с детьми». Сегодня будет очень серьезный материал. Вам нужно будет вооружиться ручками и тетрадками. Итак, эта Вселенная устроена для того, чтобы люди получали здесь воспитание. То есть, каждая душа, которая претендует на роль Бога, она подвергается определенным испытаниям. И мы можем заметить, что все живые существа стремятся контролировать и господствовать. Просто понаблюдайте, и вы это увидите. Каждый считает связи с господином. Если даже сказать, что я слуга, это очень так, знаете, унизительно считается. То есть, быть последним здесь всегда – это последнее дело в материальном мире. Все хотят быть лидерами, все хотят быть господами. Они даже называют себя господа или, допустим, лорды. Лорд, знаете, как переводится? Бог. Да. На английском языке лорд переводится как Бог. Есть такая молитва. О май лорд. О май бьютифул лорд. Лорд Всевышний. Таким образом, мы видим, что людей хотят контролировать. Животные тоже хотят все контролировать. Если вы посмотрите на поведение у кошек, они метят свои территории, все тащат себе, не позволяют никому прийти на их место. Дворник контролирует свой участок, гоняет этих кошек. Он думает, что это моя земля. Кошки так тоже думают. Мыши думают, что это их подвал. Он им принадлежит. Собаки ненавидят кошек, потому что кошки претендуют на их место. Присмотрите, что происходит. Все сражаются друг с другом. И вот это вот желание контролировать это изначальная болезнь живого существа. Существует закон справедливости, и он называется закон кармы. Мы еще раз повторим значение этого слова. Карма означает причинно-следственная связь. То есть есть деятельность, есть последствия этой деятельности. Это называется слово карма. Санскриптный термин. Таким образом, проблемы в семье, они возникают в результате нашей прошлой деятельности. Они не рождаются с пустого места, ни с того, ни с сего. Дети приходят к нам с нашего прошлого существования, и мы пожинаем с ними свою судьбу. Они уже рождаются с определенной кармой, в том числе с определенными болезнями. Сейчас очень много детей рождается с пороками сердца. Заметили? Только родился. Если ему не сделать операцию, он умрет. В Москве пять тысяч детей рождаются с пороками сердца. Вот недавно я смотрел статистику. Врачи просто не успевают. Физически не успевают делать операции. Дети умирают. И спрашивается, почему же он рождается уже больным? Он же ничего не совершил. Он только родился. Он вот только-только явился. Это означает, что он совершал какие-то поступки в прошлом своем существовании. Сердце связано с любовью. И вы заметите, что сейчас очень много людей, которые страдают сердечными заболеваниями. Любви нам не хватает. Не умеем правильно относиться к окружающим миром. Сильный эгоизм разрушает работу сердца. Эгоизм означает, я должен быть наслаждающимся. Я центр этой вселенной. Также рождаются и благочестивые дети. Таланты, например. Они приносят с собой уже с прошлого существования. И один ребенок может принести счастье в семью, другой может принести несчастье. Так вот, счастье и несчастье уже определены с момента нашего зачатия. Как только живое существо попадает в чрево матери, сразу определяется его судьба. Сколько он имеет счастья в жизни. И в гороскопе можно увидеть, есть специальный сектор неба. Это небо, это пятый дом, кто знает астрологию. Он отвечает за счастье человека. По положению планет в этом доме можно увидеть, какого рода он получит счастье. Также есть дом страдания. Это восьмой дом страдания. Если там стоит Сатурн, еще и в плохом знаке, еще аспектирован плохими планетами, то он уже получает в своей жизни много страданий. Заметьте, что когда мы просим Бога о счастье, но о несчастье мы его не просим. Но счастье приходит в нашу жизнь. Несчастье. У нас приходит все. Просим мы его это или не просим, оно приходит все. Таким образом, человек, который понимает, что счастье и несчастье в определенном количестве уже определены, он не переживает за своей жизнью. Он просто принимает это как есть. Так вот, ребенок, который рождается, он уже есть. Обратно ты его не отправишь в утробу. Это невозможно. Таким образом, в физические времена очень серьезно относились к зачатию детей. Так же это и на Руси. Тоже очень серьезно. Они знали, чем это все, во что это может вылиться. Женщины были очень целомудренны. Они не позволяли входить в отношения с непонятно как проходимцами, с непонятно какими-то мужчинами. Они всегда хотели иметь отца для своего ребенка. Выбирали себе мужа. Целые традиции были. Сейчас же женщины, особенно молодые девушки, их это не интересует. Они считают, можно гулять, наслаждаться как хочешь. Тили-тиле-тролливали. Но когда рождается плод, ты лети-тиле-тролливали, начинается уже серьез в их жизни. И ничего с этим не поделаешь. Я заметил, что молодежь не хочет учиться. Не хочет. Вот в основном люди приходят уже с зрелого возраста, которые уже хлебнули в своей жизни много чего невеселого. Например, я заметил такую тенденцию, что после я приезжал с лекциями в колледжи, в институты, в университеты и приглашали людей на лекции, они не приходят. Из тысячи человек два человека приходят. Такая статистика. То есть они считают, что в общем все дураки одни мы умные. В этом их идее. Это гордыня. То есть молодые люди, они очень сильно подвержены гордости. Из-за чего рождается гордость? Из-за молодого тела. Вот и все. Больше ничего. Но время идет, они рожают детей, и они приносят им много беспокойства. Таким образом, желания и наклонности родителей привлекают, притягивают определенный тип кармы. То есть они отображают определенный аспект нашей судьбы. Наши пороки и нежелание жить по законам Всевышнего приводят ко всем кошмарам, которые происходят в нашей жизни. Поэтому нет смысла кого-то винить. Здесь так все универсально устроено, что нет какой-то карающей силы, которая специально там вот пальчиком грозит сверху. Так устроен мир. Ты сам себе строишь судьбу, и сам же пожинаешь свои плоды. Знание, как устроен этот мир, дает вам свободу от этих страданий. Вот в чем заключается смысл Веты. Поэтому многие обзывают Веты какими-то сектантскими науками, еще как-то там, индуизмом, и т.д. и т.п. Индийские. Но при чем здесь слово индийский, когда Вета написано на санскрите? Если это дано, то самим Всевышний. Всевышний может быть индус. Нет. То есть люди очень обусловлены, они из-за своей вот этой вот глупости не хотят получить то знание, которое спасет их от несчастья. Но если такому человеку сказать, вот врач китайца, он тебя вылечит, он не посмотрит на его национальность, он придет и будет лечиться. Факт. Но когда говорят о духовности, почему-то с темой идет мональности, о своей, так сказать, вероисповедании, и так далее. Это означает, что есть парадигмы в сознании. И пока у нас будут эти догмы и парадигмы, человек не сможет понять эту тонкую науку, вероустройство. Таким образом, веды были описаны, сначала Богу Солнца были даны. Вот история вед, я вам расскажу. Бог Солнца, он не Всевышний, он администратор, который выполняет определенную функцию в этой Вселенной. Мы уже с вами проходили, существует 33 миллиона полубогов. Из них есть Махадевы. Махадевы – это великие боги, то есть такие, как Солнце, Луна, которые управляют, они считаются король и царицей этой Вселенной. И все они находятся на службе. Это как вселенская администрация. Так вот, впервые веды были поведаны, кстати, поведаны, изведать, ведать, в транскриптной корне, Богу Солнца. Это было 2 миллиона лет назад. Таким образом, Бог Солнца передал эти знания царю Икшваку. Был такой царь Икшваку, он правил 2 миллиона лет назад. Динозавры-то не бегали. Была развита эта велика. И потом, со временем, она проходила разные стадии, снова было утрачено, снова давалось, снова утратилось, снова давалось. Таким образом, как можно заявлять, что это индийская философия? Видите? Бог Солнца вообще не принадлежит ни к Земле, как таковой. И что же вы думаете, они не знают, что еще рождается? Сколько они уже видят событий на Земле? Что только они уже не видели? Если вы когда-нибудь видели Гималайи, можно представить себе, чего только они не видели за свою жизнь? Сколько они застают уже тысячи лет? И вот рождается ребенок, становится подростком, и он думает, что он уже все знает, он очень умный. Таким образом, веды предназначены для очень разумных людей. Это мнение самих вед. Там описывается, для сумасшедших, неменяемых людей это знание закрыто. Я дословно говорю, сумасшедшие, неменяемые люди, для них это закрыто. Они не могут понять истины. И там описано, что из многих тысяч людей едва ли один стремится к совершенству. Из этих стремящихся к совершенству едва ли один воистину хочет познать истину. Представляете? Какой низкий процент. Поэтому ничего удивительного в этом нет, что тяжело людям что-то говорить. Они этого не хотят, они не созрели еще. Там же описывается, после многих-многих миллионов рождений и смертей, когда живое существо наедается сполна всех этих несчастий, начинает задумываться, а вообще есть ли еще какая-то другая жизнь, где нету старости, болезни, смерти, этих всех страданий. То есть те, кто задумывались, эти люди называются махатмы на санскрите. Махатма это не то, что махатма Ганди. Махатма означает тот, кто задумывается. Такие люди встречаются редко. Поэтому вас всех нужно в Красную книгу занести. Особую. И с этого момента жизнь этих людей находится под непосредственным контролем бывших сил. Потому что это экземпляры редкие. Когда государство защищает редкие экземпляры вымирающих животных, так же мы, как вымирающие, нас начинают держать под контролем. То есть начинает давать знания со всех мест защищать этих людей и так далее. И вы это можете заметить. Я вас не обманываю. Вы увидите, как вас будут защищать, отводить от несчастья и так далее. Потому что вы уже имеете ценность для космоса. Если посмотрите на тушканчик или на какую-нибудь мышь домашнюю, которая живет в клетке, бедненькая мышка или хомячок, вы увидите, как он живет. Он ест, пьет, какает, пахнет. Что он еще делает? Спит и тащит себе в норку, размножается. У вас не может быть близкий контакт? Нет. Но вы исполняете свои функции. Вы кормите ее, даете ему воду, но отношения очень сложно с ним завязать, потому что вы ему неинтересны. Все. Вот таким образом человечество сейчас живет, как эти тушканчики. Поэтому высшие силы больше не приходят на землю, не общаются с ними. Не о чем говорить. Разговор не может состояться. Вот представьте, даже если они придут к нам на землю, о чем будет разговор? Дай оружие. Хотим убить сразу полонаселение земли. Все. И евицкие пирамиды, на них есть изображение инопланетян, различных существ, очень странных. Никак не могут разгадать, что это такое. Раньше было общение. Таким образом, есть определенные законы, которые нужно следовать. И сегодня будем с вами изучать тонкие механизмы, как работает психическая хила. То есть, мы рассмотрим механизмы кармы. Зная его, вы сможете избежать многих проблем в отношении с детьми, родственниками, других людей. И так, есть определенное понимание своего счастья. Мое понимание счастья. Личное мое понимание. И каждое понимание этого счастья отличается от другого. Если вы спросите у любого человека, что такое счастье, один скажет, счастье, это как Шура Балаганов из «Золотого теленка». Шура, сколько тебе нужно для полного счастья? Он так думал? 50 рублей и 30 копейка. Нет, Шура, полное счастье. Полное. 150 рублей и 30 копейка. Он удал 50 тысяч. Помните? И что он сделал? Купил шоколадку и стал прямо у бара есть его. Шоколадку. Потом полез за рублем. Полез. 50 тысяч у него было в кармане. Он полез за рублем. Что толкнуло его полез за этим рублем? Тенденции такой. Тенденции. Как говорят чукчи, да, тенденции. К чему олень тундра ходит? Тенденции такой. Вы должны понять, что эти тенденции это и есть тип сознания, это и есть вкус счастья определенный. Как сам Бендер, он деньги эти, пока он зарабатывал, был счастливый. Когда их получил, пропал вкус счастья. Понимаете? То есть у каждого человека, у каждого живого сщества есть свой вкус счастья. Тушканчики рождаются, чтобы в норку все нести. Есть люди, которые с помойки все несут домой. Чем он отличается от того тушканчика? Вопрос. Да ничем. Разница только в том, что тот в зубках носит, а тот в руках. В этом вся разница. И таким образом, по вкусу счастья нам дается определенный тип тела, с помощью которого ты будешь наслаждаться. Таким образом, нужно понять, что дети, они притягиваются нашим определенным вкусом счастья. Как живет семья? Чем они живут? И чтобы полностью удовлетворить желание этого живого существа, высшие силы отправляют в лона матери. Отцу и матери. Итак, эгоистическая концепция, она изначально уже у нас сидит. Это есть изначальная болезнь нашего духа. Итак, я беременна. Ура! Он принесет мне счастье. То есть, какая идея? Она уже эгоистична. Он принесет мне счастье. Все. Не я ему счастье принесу, а он мне принесет счастье. Заметили? Ура! Я мама скоро буду. Когда мы даже замуж выходим или женимся, вот он меня сделает счастливым. Или она меня сделает счастливым. То есть, я и мое счастье все равно стоит на первом месте. То есть, формула будущих проблем, она уже тут все, есть. Она уже заложена. Изначально. Фундамент уже гнилой. И дальше. Мой ребенок, я буду им наслаждаться. Это называется адхарма. Неправильное восприятие мира. И таким образом, ребенок, когда родился, подрос, мы же хотим наслаждаться, это же моя вещь, моя собственность. Поэтому начинает мне веночка давить. Ты должен. Ты должен. Вот этот разговор начинается. Если ты не сделаешь уроки, то не пойдешь гулять. Давление. Это насилие. Он делает уроки ради того, чтобы пойти гулять. К примеру. Эти уроки нужны больше матери, чем ребенку. Он не понимает этого. Но это идея, что я всегда буду тобой повелевать. Ты мой раб. Таким образом, в ответ на такое мышление у ребенка возникает сопротивление. Он не хочет это воспринимать. Итак, эгоистическая концепция у родителей. Я сильный, я повелевающий. Теперь напишите две, поставьте так вот два пункта. Левый и правый. Слева напишите я господин, я повелевающий. Или родители. А за другой поставьте точку и напишите Д, дети. Можно рисовать что ли пунктируем стрелочку. Я буду тебя подавлять. Вот запомните, любая психическая сила, она порождает другую психическую силу. Сила действия равна силе противодействия. Есть физические грубые законы. Допустим, с какой силы с лодки спрыгнул, с какой силы лодка отплывает. Знаете, как был изобретен реактивный двигатель Циолковским? Знаете, историю? Он в лодке с кем-то поругался, с каким-то человеком, просто поссорились, и он в гневе швырнул весло. И когда он швырнул весло, он заметил, что лодка оттолкнулась. Он, ну-ка, ну-ка, второй швырнул, он ученый был, ученые быстро включаются. Ну-ка, еще тянул, еще сильнее. И он стал все из лодки выбрасывать с большой скоростью. Потом он что сделал? Он набрал ведром воду и стал воду такую выкидывать. И заметил, что лодка толкается, все сильнее и сильнее. Чем сильнее кидается, тем сильнее лодка движется. Так он изобрел реактивный двигатель. И по этому принципу до сих пор работают все ракеты. В душе когда-нибудь мылись, вопрос глупый, да? Если сильно напор сделала, душ начинает вот так ходить. Тоже реактивный двигатель, вода выталкивается. Таким образом, должны понять, что психически тем же принципом, но она тонкая будет двигаться. Она будет действовать на тонком плане в виде наших мыслеформ и действий в мыслях. И так родители начинают давить на него. С какой скоростью он давит, с такой же скоростью, с такой же, не скоростью, а с какой силой он давит, с такой же силой он начинает сопротивляться. Это идет прямо пропорционально. Формулу можно вывести очень четкую. И так я повелевающий. У родителей нет понимания, нет уважения к ребенку. А у детей изначально есть порочность я не уважаю старших. Он уже родился с этой идеей не уважать старших. Потому что он родился уже с такими пороками. И в этой семье. То есть они друг друга изначально не уважают. И так он начинает давить. Он требует, чтобы ты уважал мое мнение, мое воспитание и слушал то, что я тебе говорю. Так? И смотрите, что происходит. Чем сильнее мы начинаем это делать, тем больше идет рост. Можете такие стрелки вверх нарисовать. Вот такие взаимные стрелки обратные. Да? Сюда. Он говорит, я давлю, он сопротивляется. И когда он начинает сопротивляться, ваша психическая сила начинает еще больше возбуждать. Мы начинаем еще больше давить. В ответ на это он начинает еще больше сопротивляться. Идет рост. И он доходит до критической точки. Как только оно дошло до критической точки, переходит на следующую стадию. Итак, вторая стадия. у ребенка возникает такой тип мышления. Он начинает говорить, оставьте меня в покое. Оставьте меня все в покое. Вы мне надоели. Потому что он хочет распоряжаться своей волей, но он не хозяин себе. Таким образом начинается протест. Итак, в ответ на сопротивление, когда он уже больше не может давить, родители переходят в следующую стадию. Стадия называется алчность, жадность. Давайте разберем этот момент. Так, ах так, ах так, оставьте меня в покое. Хорошо. Ты не получишь больше вот это. Ты не получишь вот то. Ты не пойдешь больше гулять. Ты ничего больше не, вот это слово не, не, не появляется. Не получишь. Начинается ограничение его в его интересах. Таким образом мы пытаемся подавить его эго. Подавив его эго своим эго. Если в костер лить бензин, что будет? Еще больше будет. Взрыв будет. Я однажды с дуру решил баню растопить бензином. В бутылке у меня пластиковый был бензин, я думал, надо плехнуть туда. В руке держал. Ну, не мог я подумать, он с такой скоростью может торвануть тебя в руке. бензин. Я вот так взял. В руке она взорвалась. Баня, в общем, горела. Попарился. Таким образом, чем больше ты плеснешь туда, тем больше будет взрыв. И так, жадность означает, я не хочу ничего больше слышать, ты будешь лишен всего. Хорошо. В ответ на лишение, в ответ на это, у него начинается еще больше, скрытность появляется. Жадность порождает скрытность. Ребенок начинает изображать в себя хорошего. Он поймальчик становится. Потому что я буду из себя плохого забраничен в чем-то. Меня лишат чего-то. И он начинает скрытно вести себя. То есть, родители с этого момента не могут отследить, что происходит в его сердце. Оно от него закрыто, от родителей. Что дальше происходит? Скрытность, она очень заметна. Родители это видят. Вот раз такой скрытный, что ты там делаешь из-под тишка, тихушу, я тебе еще больше накажу. С сегодняшнего дня ты лишаешься вообще сладкого. Опа, сладкое лишили. А в ответ на это он начинает тырить сладкое. Прятать под подушку, потихонечку жевать. Кто разрешил тебе брать эти конфеты? Так, все. Поймали его столичным. Кто разрешил брать конфеты? Вот так. Видите, он уже скрытный. Хорошо. Раз ты украл конфеты, с этого момента я запрещаю тебе кататься на, допустим, на коньках, он любил. Ты смотри, что происходит. Но потом он начинает обманывать. Скрытность переходит потихонечку в обман. Он говорит, я в школу пошел, сам пошел на каток. Ты почему меня обманываешь? Ты зачем врешь? В ответ на вранье у родителей за это ты тоже будешь наказан. Но он начинает еще больше врать. Он же не хочет быть наказан. И так начинается что? Начинается эскалация от этого всего. Следующее, что происходит? Родители начинают доказывать его, что ты зависишь от нас. Раз я такой великий, раз я такой самостоятельный, я докажу тебе, что ты зависишь от нас. То есть это война самая настоящая. Идет война с собственными детьми. А ребенок начинает что говорить? Если ты мне доказываешь, что я завису от вас, я тогда просто буду еще больше обманывать и скрываться. То есть идет эскалация. Уйду еще, мы от этого не дошли. Уйду будет позже. Итак, скрытность. Он начинает вести себя в школе. В школе он себя отвратительно ведет, но дома поймальчик. И потом вызывают родителей и говорят, вы знаете, ваш сын курит марихуану в туалете. Мой сын? Вот такие глаза. Такого не может быть, он же хороший мальчик, он послушный. Как это может быть? В школе он один, а дома он другой. Заметили? Родители не понимают, что происходит, каков он на самом деле, потому что скрытность уже сидит в его сознании. Дальше все знают о том, как он себя ведет, все знают, кто он есть, родители не понимают, кто есть их ребенок. Он приходит домой, добопорядочно такой, всех сечку целует, мамочка, папочка, все хорошо, книжечки раскладывает, типа учится. Но когда он уходит из дома, он меняется, он совершенно другой человек. Он хулиган, берет рогатки, начинает воробьев постреливать, хулиганить, посещать ненужные места. Таким образом возникает эта скрытность, она дает ложное представление о ребенке. И так, когда скрытность разоблачилась, допустим, когда родители вызвали в школу и рассказали, что их сын творит, следующий этап. Начинается ссора. Хорошо, я все понял, говорит папа. Поехали домой. Дома его вызывают на разбор. Собираются все родители, ставят ее посередине, говорят, как ты мог так поступить? Ты все это время обманул, ты просто негодяй, понимаешь? Ты просто негодяй, ты дурак, ты мерзавец, а не что-то его оскорблять. Кто-то грубо оскорбляет, кто-то тонко оскорбляет, суть от этого не меняется. Итак, ты плохой, ты плохой. Ребенок, у него уже скрытность есть, он уже защищается от них. Защиту поставил, просто ждет, когда они закончат все эти разговоры. И вот они все высказали, все, что они думают о нем. все по очереди причем начинают. Один очередь так становится, как пингвина, вот так вот. Клю-клю-клю-клю-клю, следующий, клю-клю-клю-клю-клю, следующий. И так все поклевали его по очереди, ребенок остался нетронутым. Все, как была стена, так и осталось. Следующий заход, клю-клю-клю-клю-клю-клю. Да? Такая картина получается. Когда они его поклевали, поклевали, и он делает вот такой вздох. Потом он идет к косяку и измеряет, сколько мне еще осталось до свободы. Отмеряет. Так. На два сантиметра я уже подрос. Мне досталось еще метр. Еще метр, и начнется расправа. Я им устрою. То есть ссора, это означает, они начинают придираться к нему. Родители же не могут больше на него влиять, поэтому начинают придираться. Как они начинают себя вести? Так. Смотрите. Так. Сюда иди. Сейчас я проверю, что у тебя там есть. Дневник. Такой тон. Так. Угу. Угу. Хорошо. Почему тут не убрано? Почему тут ничего не сделано? Почему туда походил без моего разрешения? Почему это слово? Почему? 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 И он встречает. Потому. Что значит потому? Что, что? Кто, кто? Зачем? Зачем? То есть это пустые слова, это просто придирки. Почему ты бросил обувь вот тут? А он думал, просто так получилось. Нет, не просто так. Ты плохой. То есть идея опять, ты плохой. таким образом он начинает придираться. И вот запомните, чем больше родителей придирается, то есть есть придирчивость к ребенку, в ответ на это появляется качество, которое называется неуважение. однажды я слышал телефонный разговор одной девочки. Она не знала, что я дома был. Так получилось. Смотрите. Алло. Подружки своей звонят. Я не могу. Да эти меня достали, не пускают. Да родаки. Они, эти, меня достали. Родаки. А? Не знаю. Я не знаю, как у меня это получится. Я не знаю. Вот так, вот так вот. Они план вырабатывают. Как вырваться и поступить. Ну ладно, сейчас они придут, все. Вешать трубку. Здравствуй, мамочка. Здравствуй. У тебя все хорошо? Да, мамочка. Все хорошо, да. Мамочка, можешь мне пойти погулять? Нет. Почему? Потому. Так, что у тебя? Где? Покажи. Видите? Модель. Уважения нет. Таким образом, и родители начинают это, они видят это лицемерие. Родители же тоже не глупые, они видят это лицемерие. И это лицемерие начинает их выводить из себя. Они чувствуют, что дети как-то цинично себя ведут. И что происходит? В ответ на неуважение родителей, это можно увидеть по их такому тупому взгляду, дети вот так вот, из-под лоби смотрят так. такой циничный, такой холодный взгляд детский. Как только родители увидели такой взгляд, сразу же вспыхивает гнев. Следующая стадия. Следующие точки можно поставить. Гнев. Гнев всегда порождает ложь у детей. у меня пропали деньги из кармана. Кроме тебя никто не мог взять, всем очевидно. Не буду же мужу и жены воровать, правильно? Я не брал. Хотя они знают точно, что брал. Нет, ты брал. Я не брал. Брал. Не брал. Брал. Почему он не может признаться? Вот запомните, гнев, они боятся гнева родителей, поэтому будут врать. Гнев всегда порождает ложь. И не только у детей, у взрослых тоже. Если он будет много гневаться, мужа, жена будет его обманывать. А если жена много гневается, муж будет ее обманывать. Это закон. То есть одно порождает другое. Одна психическая сила порождает другую психическую силу. Это гнев означает у родителей, я покажу, кто здесь хозяин вообще-то. И он начинает с ума сходить. Все, он начинает уже, гнев пошел настоящий. Итак, гнев выливается во что? В ложь у детей. Ложь у детей еще больше порождает гнев. Гнев порождает еще больше лжи. Ложь еще больше гнева. Идет эскалация. И вот тут уже идет переход на следующую стадию. Это выливается в агрессию. Агрессия родителей. Они начинают агрессивно себя вести. Например, многие родители могут зверски бить своего ребенка. Да, не до полусмерти, а даже могут убить своего ребенка. Особенно отцы. У них, когда гнев мужской вспыхивает, запомните, мужской гнев означает сила Марса. Марс всегда убивает. Поэтому, если женщина не защитит в это время ребенка, он может его убить. Особенно сына. Девочка еще, у него там защита срабатывает, что эта девочка останавливается. А вот когда отец с сыном разбирается, там может быть беспредел. Причем это спонтанно происходит. Он сам не контролирует этого процесса. И так, когда мужчина смотрит в глаза циничные, глаза ребенка, у него возникает еще сильнее желание ему врезать. Замечали такое? Вот это сила, и вы не можете никак удержаться, она входит в вас. Вы смотрите, сила вспыхивает. Он начинает наказывать, он опять на вас так нагло смотрит. Вы еще сильнее хотите ударить. Идет рот, это обмен психической силой. Таким образом родители не могут остановиться. Это агрессия родителей в ребенке, оскорбление, злую речь. Потому что он слабый. Ребенок-то слабый, чем он будет действовать? Речью. Как он начинает себя вести? Гнев по-детски. Гнев рождает гнев, означает, все, я уйду из дома. Вы все на букву К. Что ты сказал? Как ты отца назвал? И опять понеслась. Ты не просто на букву К, ты еще на букву и перечисляет. Нет, он просто неменяемый, он просто неменяемый. И таким образом, чем больше он начинает пререкаться, кидать свои гневные взгляды, такая злая речь возникает. Чем больше у ребенка злой речи, тем больше будет агрессии у родителей. Идет рост. Следующая это война. Война начинается, то есть идет постоянное систематическое избиение наказания. А он систематически начинает что делать? Продолжает дерзить своим родителям. То есть дерзость это и есть гнев со стороны слабого ребенка. Доходит до такой степени, что ребенка даже могут запереть собачью будку на клетке держать. Даже до этого доходит. В детских домах просто сбивают зверски детей. Потому что родители, у них еще какой-то стопор может сработать, потому что это мой ребенок. А там чужой. Никакого стопора нет, поэтому их бьют. Таким образом, они сами не понимают, почему дети вызывают в них вот такую силу. И потом родители когда успокаиваются, гнев проходит, они за голову берутся. Как вообще мог так поступить? Но как только входит в контакт с ребенком, опять вспыхивает эта же сила. Таким образом, мы видим, что война продолжается. И война неминуемо приводит в ребенке состояние страха. То есть он начинает быть хорошеньким только из-за страха. и разговор как возникает? Время не достается, он что-то выполняет. Время нет, он продолжает жить, как он живет. То есть практически воспитание идет на пинках. Страх у ребенка порождает отчаяние у родителей. Следующий этап. Страх порождает отчаяние. У родителей отчаяние, у ребенка страх. То есть он уже не знает все. Он начинает искать, что же делать. Начинает психологом ходить, книги что же делать. Не могу управлять ребенком. Это отчаяние. В ответ на отчаяние у ребенка появляется отчуждение. Отчуждение. То есть он уже не считает, что это мои покровители, что это мои родители. Он так уже не думает. Более того, отчуждение потихонечку перерастает в ненависть к родителям. И так, когда у ребенка появилась ненависть к родителям, есть отчуждение, то есть вот с этого момента у него закрадывается мысль в голову покинуть дом как можно быстрее. То есть этот дом для него стал тюрьмой. У родителей это дело отслеживают. Он может поздно домой приходить или вообще не приходить. Где-то его там видели шатающийся по дворам и так далее. Даже если милицию приводят домой, он не хочет уйти. Почему он не хочет уйти? Потому что там прошли вот эти все циклы. Это уже конечная стадия. Но это еще не все. Смотрите дальше что будет. У родителей появляется паника. Самая настоящая паника. А у ребенка появляется бегство. Вот тут он уже бежит. Он бежит. А бегство порождает преследование. Он бежит, они его преследуют. В детских домах та же самая история. Видите? Почему не сбегая детских домов? В армии то же модель. Почему солдаты бегут? Потому что такое обращение к ним. Это последняя стадия уже. Таким образом преследование. Родители преследуют где был, куда пошел. Ты не пойдешь, ты не будешь ходить. Мы запрем тебе, закроем, наручники тебе, батарею тебе пристегнем. И такое есть. До такого доходят. Ну ка дыхни. Ну ка дыхни, ну ка покажи, смотрите, а это какое отношение? Это тюремно, это же тюрьма. Руки назад, вперед, руки вверх, за спину, проверка, заходи, камеру, закрыли. Видите? Самая настоящая тюрьма. Таким образом они не понимают, что они из дома превратили тюрьму. Страдание следующее, ребенок начинает страдать, это следующая стадия. Родители тоже страдают, страдание через обеих сторон. Страдание родителей, или страдание ребенка. И это страдание становится настолько невыносимо, что ребенок начинает либо замыкаться в себе, либо он постоянно убегает из дома. И он не может уже открыть свой ум своим родителям, но очень охотно делится с другими. Следующая стадия. У ребенка возникает, не у ребенка, а у родителей возникает зависть. Зависть к кому? В другим благополучным семьям. Это естественно. потому что им тоже хочется быть счастливыми родителями. А зависть порождает незащищенность у ребенка. Зависть как проявляется? Они сравнивают, посмотри, все дети как дети, но ты же полный негодяй. Вот эти вот фразы, все дети как дети, все люди как люди. То есть ты не людь, ты не человек, ты не дитё. Это возникает из-за зависти. Вот с этого момента любви вообще уже никакой нет. Всё. И так у ребенка возникают криминальные наклонности и он начинает утверждать себя через наркотики пьенства. Он начинает принимать воспитание у тех людей, которые ему дают так называемую свободу, показывают. Ты же подросток особенно, он выходит во двор, встречается с какими-то пацанами не из благополучных семей, и говорит, ты же настоящий мужик, вот здесь ты будешь настоящим уважаемым мужиком. Давай, вот тебе сигарета, кури. И он начинает курить. И он начинает изображать из себя такого независимого, свободного человека. Это тот самый дефицит, который он не получил в детстве. дурная компания, это удел таких детей. Вот с этого момента уже начинается родаки, предки, родичи, мамаша, пахан, батон, шнурки и так далее. Мотыги это мама. Если вы услышите по телефону говорят про мотыгу что-то, это про вас. Кобра это бабушка, череп это дед, у меня есть словарь специальный описываю, слышно описываю. Череп дед значит. Я слышал разговор одних детей, ну квадростков, когда мой череп сдохнет, я его москвич продам. Отец батон. Батон. Ну не знаю как у вас, батон батя означает, производное слово батя. Черепа это уже эти, старые. Шнурки это родственники ближайшие. У них свой сленд. Таким образом, незащищенность порождает ад у родителей и ад у ребенка. Это называется ад прямо в вашем доме. Многие не верят в ад. Ну вот я бы описал. Вот он. на санскрите ад называется не рая. Не рая означает нет рая. Ад на страдание. Дальше. Он сам себя ищет, он сам себя начинает защищать и он начинает вести себя очень авторитарно. В таком состоянии ребенок больше уже не в состоянии ни у кого учиться. Он вообще старших не уважает, потому что для него старший означает тиран. вот с этого момента он начинает антагонизировать со всеми окружающим миром. Так появляются движения хиппи, так появляются панки. Что такое панк? Вот вам всем. Гребень и ракез. Ясно? Всей вашей культуре. То есть возникает сильный протест антагонизма к окружающему миру. То есть это с детства неутвержденный был сам себе человек. И он таким образом утверждается. На большего его не хватает. с раннего возраста они начинают клеймомент нюхать и так далее. Какой целью? Просто получить то наслаждение, которое они хотят. То есть они начинают использовать общение дурное и превращать их в людей. И так ребенок находится в тюрьме. И чтобы вырваться от этой тюрьмы, он просто начинает наркоманить. Что такое наркомания? Получить счастье легко и непринужденно. Частья больше нет. наркомания это социальная проблема. Это не проблема этих людей. Само общество, сама система производит наркоманов. Я беседовал с многими наркоманами. Они говорили, что слезть с наркотика нет проблем. Это иллюзия, это обман, что говорят, что с наркотик невозможно слезть. Я знаю, как это делается. Запираешься в гараже, просто закрыли в гараже, три дня поломают и все проходит. Попрыгаешь по этому гаражу, поорешь и все пройдет. Просто три дня. Проблема в другом. Мы не знаем, что нам делать. Нам не интересно здесь жить. Они говорят, я десять лет проживу, но в счастье, чем сто лет, как и шаг. Это их мысль. Они говорят, пашутся тогда вечер, ради чего? Они несчастны, то есть наркоманы нас считают несчастными. И они знают, что они умрут. Они тогда говорят, мы умрем, но это время проживем в полном блаженстве. Видите, это замечено, что многие дети, особенно из состоятельных семей, становятся наркоманами, потому что они не получили там любви настоящей. Его облажали вещами, деньгами, попрекали потом этим и так далее. То есть наркомания это серьезная социальная проблема. И она не решается в узком кругу. И так ад порождает смерть. Вот смотрите, ребенок в доме у него такая ситуация. А теперь посмотрим школу. Что такое школа? Вы все должны учить то, что мы вам говорим. Так? Давление. Если вы не будете учить то, что я вам говорю, ты не получишь из этого диплома. Из этого диплома ты никуда не сможешь сомнув свой нос. Так? Насилие. Это насилие, это не образование. И эти дети сидят и учатся. Дальше что происходит? Ты просто хочешь поступить в институт? Хорошо. Либо ты давай взятки, либо пускай тебе платят родители, либо еще что-нибудь давай и не дай бог ты. Так, кто тут выступает? Ты выступаешь? Много о себе думаешь? Ну, ты у меня не сдашь экзамен. Разве так не поступают преподаватели? Дальше они делают так, что вымогают теперь уже этих детей, чтобы они давали, что-то делали. Многие педагоги, мужчины кое-что другое требуют от своих студенток. И так далее. Такие умроты, смотрите, пресс продолжается. В доме был пресс, теперь в институте пресс, в школе пресс, в детском саду тоже пресс. Куда бы он ни пошел, везде пресс. Так, тихий час, все должны спать. Они спрашивают у ребенка, хочет он спать или нет. Вот смотрите, вы бы согласились на такую жизнь? Вот сейчас я вам бы уснули, но в то время вы бы не уснули. Я помню, как меня клали спать. Сначала меня били, сначала меня били, ну, воспитатели тоже, все били. Дальше что делали? Они потом еще клали меня за руку, кидали на кровать, спать. Твоя нервная система должна отдыхать. Классно, да? Сначала истерика, потом сон. Спрашивается где нервная система больше расстраивается. От того, что он вовремя не лег спать, или от того, что его так уложили. То есть, раньше детей усыпляли песнями, любовью, лаской, сказки читали им, то есть, как-то их так вот умудрялись класть, любовью с нежностью и так далее. Сейчас просто спать команда поступила. В пионерских лагерях все то же самое. Спать, не дай Бог шушукнешься. Кто шукается? В угол. Пресс. И вот так его преследуют везде. И вот, когда они подрастают, эти дети, они не в состоянии вообще воспринимать любую попытку повлиять на него взрыв эмоций. Однажды я играл в волейбол в деревне. И один молодой уже подросток, я его с детства помню, мы играли в волейбол. И он постоянно совершал одну и ту же ошибку. То есть, он мяч принимал вот так. То есть, пальцы неправильно стоял. Он у него все время улетал в другую сторону. И я просто бы сказал, знаешь что, вот ручки вот так вот сделай. Вот так просто сделай пальчики и все будет нормально. Там был такой взрыв эмоций. Не учите меня жить! Что ты мне тут говоришь? Оставь меня в покое, как хочу, так и играю. Спрашивается, почему такой вот бунт? А это означает, что он уже замучен, его все уже затюкали. То есть, в чем идея? Когда мы хотим давать только наставление, но не хотим при этом отслеживать, что происходит с душой человека, возникает вот такой антагонизм в сознании ребенка. Он приходит домой, бабушка говорит одно, бабушка говорит, так, ты должен то, девушка говорит, ты должен это, папа говорит, ты должен вот это. И все, ты что-то должен? Все время должен, но почему-то нет интереса вообще, а что ты вообще хочешь? Какой ты человек? Чем ты живешь? Как я могу помочь? Понимаете идею? Нет личности. То есть, в чем заключается философия имперсонализма? Пишите, имперсонализм означает, персонал означает личность. Им без, с латыни, без личностных подходов. Человека нет. Есть система. И смотрите, очень много есть систем образовательных. Они говорят, образовательная система. Они из всего делают машину, даже из людей. Так вот, в физические времена был личностный подход к каждому ребенку по отдельности. Начиная с оставления, как только он родился, сразу же шли к астрологу. В Индии до сих пор эта традиция сохранилась. До сих пор. Без астролога ни один вопрос не решался. Кто мой, кто этот мой ребенок? Какие у него интересы? Что я должен сделать для него? На Руси тоже такое было. Даже еще буквально лет 100-150 назад тоже это еще учитывалось. Таким образом, вот это состояние ада, везде его прессует, он не в состоянии, нет кого учиться. И даже если к нему приходит мудрый человек, и он хочет его обучить чему-то, он не в состоянии учиться, он не может больше учиться. Любая попытка воздействия на него вызывает в нем ярость. Таким образом, вот такая окружающая атмосфера, в том числе его друзья собственные. Ребенок приходит на вечеринку, например, и там его тоже прессуют. Так? Везде посмотрите. Ты одет не так, помада на тебе не та. Девочки начинают, или девушки еще говорят, ты еще до сих пор целомудренная? Все уже девчонки уже переимели полкласса? А ты еще до сих пор отстаешь от нас? Фу, какая ты! Ее тоже прессуют свои собственные подруги, друзья. У мальчика другая тема. Ты не мальчик, если ты понятно, да? Ты никто и ничто. Ты не куришь, не пьешь, с девчонками не гуляешь, никого не портишь. Что это за пацан такой? Тоже пресс. И вот люди, душа начинает страдать. Пишите, душа не может жить там, где нет счастья, там, где нет любви. Потому что наше существо, мы с вами, состоим из энергии любви. Мы и есть любовь. Душа из этого состоит. Физическое тело состоит из плоти. Можно ее перечислить. Земля, из ума, из наших мыслей. А душа, сама личность, сама джива, которым вы являетесь, она состоит из любви. Мы призваны быть любимыми и любить. Так вот, быть любимым это естественное, нормальное, здоровое состояние для души. Поэтому, когда ребенок, и не только ребенок, взрослые люди встречаются с окружающим миром, где нас просто не замечают, нет личности, нет жизни, жизнь становится невыносимой. Вот с этого момента человек подходит к состоянию самоубийства. Все. Больше у него нету никакой основы для жизни. Везде прессы, везде насилие, везде смеются надо мной, никто меня не видит как личность, знаний у него тоже нет, смотрите, ничего нет. Сейчас очень сильно возросло юношеское самоубийство, детское, юношеское, подростковом возрасте, переходном возрасте, и в детском возрасте, конкретно, просто люди выбрасываются с окон. До какого состояния может дойти сознание этой души, чтобы вот так вот сделать? Какое отчаяние? Пресс, даже в религии пресс. И так он пошел в религию, все, я к Богу хочу. Нет, ты зашел без косынки, вон отсюда. В брюках пришла или еще в чем-то там, вон. Так, Бог тоже меня не любит. Куда мне еще пойти, он не знает. Может, какую-нибудь команду пацифистов вступить, или какие-нибудь хипари поддаться. Ведь вот это движение хиппи в 60-х годах, это не просто так появилось оно. Вы знаете, что это было самое крупное движение хиппи? Причем, это не наши хиппи. Люди, преуспевающие молодежь, среднего и богатого класса. Бросали свои дома, брали розы в руки и просто шли на поля, держались, и они просто хотели быть счастливыми, хотели любви. Хэппи, от слова хэппи счастливые переводится. Это уже в русский вариант хиппи. Хэппи, счастливые. Но так как у них не было знаний, это тоже долго не продержалось. Они решили, я живой, поэтому давайте оттягиваться по полной программе. Мы вместе, все вместе будем просто оттягиваться. Пить, курить, наркотики принимать, расширять свое сознание. У них своя одежда, своя культура образовалась, свои фестивали, свои семинары. То есть это антикультурное такое движение. Конец 50-х, начало 60-х очень сильно хватило. Всю Америку, практически у них был кризис, молодежный кризис был. Это счастливая, преуспевающая так называемая страна, где все есть. В России пока это минуло, не дали. Все, кто был хиппи, отправляли в дурдом. Итак, мы даже умереть нормально не можем. Если ты покинул жизнь самоубийством, тебе даже хранить нельзя, отпевать нельзя. То есть жить тебе было нельзя. И даже ты после смерти изгой. Посмотрите, что возникает. Ничего нельзя. Твоё тело должно валяться на улице. Его должны есть собаки. Это результат демонической цивилизации. То есть нету защиты женщин, детей и стариков. Веда говорится, там, где нет защиты женщин, детей и стариков, это общество нельзя назвать цивилизованным. Оно варварское. Оно абсолютно жестокое общество. Есть такой еще стих. Костокости, жестокости. То есть жестокость прямо по отношению к своим собственным детям, детям по отношению к своим родителям. Таким образом, вся система толкает человечество на вот такие вот страдания. Только потому, что когда-то мы отвернулись от высших законов. Вот и все. В этом причина основная. Собирается организация юных наций, сколько ассамблей, все они пытаются этот вопрос решить. В чем же проблема? Да проблема у каждого вот здесь сидит. Революцию нужно делать вот здесь, в своем собственном сердце. тогда не будет войн. Как сказал один святой, война рождается в вашем сердце. Потом она переходит уже на внешний мир. Итак, этот круговорот идет из поколения в поколение. Как это в Библии говорится, за грехи отцов будем страдать. То и есть. Кто-то это запустил в систему. Кто-то разрушил семейные традиции. Кто-то в наших предках это сделал в начале кальюги. Поэтому сейчас это тоже не с чем этот крест, как говорится. И смерть, они больше как бы, они думают, что со смертью все закончится. Или наркомания тоже своего рода смерть. Это бедство от реальности. Он убивается этим наркотиком, он умирает в полном отчаянии. И следующая жизнь его начинается с того момента, где он остановился. Нет, он проживает еще в тонком теле, в теле призрака. Ровно столько, сколько нужно было ему прожить. Допустим, еще 50 лет. И вот он ходит в тонком теле и жить не может нормально. Потом снова рождается. В тех же самых условиях проблема не решена. Она усугубилась. Поэтому самоубийство считается таким не лучшим вариантом. Очень тяжело в душе будет потом. Потому что в этом теле вы можете решить, получить знания, в тонком нет. В чем же заключается долг родителей? Понять, как работает этот адский круговорот и выйти из него. Но мы не сможем из него выйти, пока мы сами одержим эгоизмом. В этом вся петрушка. Пока есть эгоизм, вы не сможете выйти из него. Итак, решение проблем заключается в том, чтобы не порождать эту цепь кармы, но с помощью сознания и работы над собой и своими качествами начать относиться к окружающим мирам, к ребенку тоже, глубокого мировосприятия. Это вопрос нашей внутренней работы над собой. Поэтому воспитание начинается вот отсюда, не с него. Нужно перерасмыслить все свое мировоззрение в корне, когда будет эффект. Итак, вот эта формула, она работает везде. Допустим, между мужем и женой то же самое. Муж хочет подавлять свою жену. Она слабая, он сильный. Родители сильные, а дети слабые. Формула работает по отношению к родителям в их отношениях между собой. Итак, я господин, и ты должна мне служить. Так? Если я господин, ты должна мне служить. Это изначальный порог. Мужчина должен защищать, он не должен ни от кого требовать служения к себе. Духовная концепция означает, я слуга всех, я выполняю свой долг перед тобой. Это духовная концепция семейных отношений. А материальная означает, я бог. А у женщины тоже есть свой порог. Плевало на таких богов. Таких богов. То есть, пишите, у него самовызвеличение, а у него распущенность. Вот эти две греховных, два греховных наклонности в сердце дают эту карму. Следующий этап, что он начинает делать? Он начинает давить на нее. Подавление начинается. Она сопротивляется. Чем больше она сопротивляется, тем больше он давит. Чем больше он давит, чем больше она сопротивляется. Видите, то же самое пошло? Замутый круг. Следующий этап. Хорошо, я тебе докажу, что ты без меня никуда не денешься. Так, у тебя были друзья? Забудь. Что у тебя там еще было? Увлечения какие-то? Забудь. Но я хочу никаких но. Можно мне? Нельзя. Срока моя песня? Ничего нельзя. То есть, жадность возникает, денежки будут тебе выдавать по копеечке. Отчет, пожалуйста, куда пошла? Зачем пришла? Кому звонишь? То есть, идет подавление. Я Бог, я контролирую тебя. В ответ на это у нее появляется скрытность. Что же он? Ой, муж идет. Ты, дорогой? Муж ушел. Ясно? Муж это все видит. Он не болванчик, он все понимает, что его дурит. В ответ на это у нее появляется склочность, ссора. За кого ты меня считаешь? Слыши такие слова. За кого ты меня считаешь? Вообще, за кого держат меня в этом доме? Засла? Сам сказал. Ты сам сказал. Засла? Или за верблюда? Я покажу вам, кто здесь хозяин. Вы у меня посмотрите, вы у меня попляшете. Щени вкусные, опять несоленые. Тарелка стоит не с той стороны. Ложка неправильная. Вилка тупая или острая. Почему кетчуп? От чиполина, от буратино. Хочу другой кетчуп. Да? С клочица начинается. То горячая, то холодная. Почему молчишь? Ну а я... Почему говоришь? Молчу. Почему молчишь? Это сплочность. То есть, он таким образом пытается доказать, что я очень крут. Я хозяин здесь. И почему он так себя ведет? Потому что он видит ее скрытность. Надо... Хорошо. Так вот делает. Молчит. Смиренно, в кавычках. И его это заводит еще больше. Что ты на меня смотришь с такими наглыми лозами? Какими такими? Вот такими. Просто смотрю. Не просто смотришь. Ты сложно смотришь на меня. Вот такая... Ну ладно. Да? Следующий этап. Это идет рост. Чем больше он так себя ведет, тем больше она его не уважает. Чем больше она его не уважает, тем больше он так себя ведет. Я вас заставлю меня уважать. Следующий этап. Гнев. Хорошо. Не понимаете, что вы на моей шее сидите? А вот так... Клоком по стулу. Они все... По голове себе постучи. Что она сделала? Злая речь пошла. Видите? В ответ на гнев. Поскинь. Смотрите. Злая речь. По голове себе постучи. Ага. Ну еще что сделаешь? О, как страшно. Это же надо. Как мы пугаем. Что она делает? Заводит еще больше. А он заводится тоже. Следующий этап. По голове постучал ботинком только уже. По ее голове уже так. Ах, вот. Смотрите. Подонок. Мерзавец. Почему он начинает так... Почему она так говорит? Ее сила психическая. Да помните. Женщина имеет сила психическую. Мужчина физическую. Ах, мерзавец. И вот тут она ему говорит все. Все, что скопилось. Она ему говорит. Какой он ни мужчина. Ни днем, ни ночью. Особенно ни ночью. И вот еще больше задевает. Она знает, как ужалить его. В какое место. Потому что жена все знает о своем муже. О всех его тайных пороках. О всех его слабостях. Все знает. И начинает говорить ему. Все. Слушай меня. Он мивой. Мивой сказал. Убью. Тукань с погом. Тукань по голове. Это так каждый день. Дальше. Следующий этап. Смотрите. Следующий этап. Бегство. В ночнушке. По снегу. Так. В ночнушке. По снегу. Убью мегеру. С топором. Или еще. Или с тупоредкой. Помогите. Спросите. А. Убивают. Но как только за милицию забегают. Или за какой-нибудь мужчиной. Слышит. Что? Понял. Да. Сейчас тебя заберут. Сейчас я вам покажу. Пойду их хозяин. Сейчас я тебе все устрою. Видишь, собачек. Забегает за кого-то. Та-ха-ха. Видите, как карма жестко держит нас в тисках. Жестко. Есть порог. Есть массаж лица. Нет порога. Нет массажа лица. Никогда не денешься. У них у обоих это. Они друг друга стоят. После этого муж не в состоянии. У него что? Он не в состоянии больше защищать. Он не может ее. Он не видит ни больше жену. А жена больше его не ненавидит. Он же ее бил. Что наступает? У женщины появляется паника. А, кому уметнуться? Надо кого-то искать. Мне просто с мужем просто не повезло. Он оказался идиотом, неврастенником оказывается. За кого я вышла замуж? Ой, кошмар. Но муж, думаю, точно так же. Она просто дура. Вот и все. Весь ответ. Смотрите, решение, проблема, она просто дура. И он рассказывает о своей этой вот жене в пивнушечке. И мужики что говорят? Да надо ей по сапатке надавать еще больше. Ну, ой, мужик ты или не мужик, что она такое? Поставь ты их там всех на место. Вот он вот получил общение с гуру. Вооружившись паром из стаканов, для смелости. Дзынь. Сердце у женщины. Як, як. Топор за спину. Отказывай пистолет. Ты поняла, на кого ты заехала? И началось. И так каждый день. Но это в грубом варианте. В тонком варианте, более интеллигентный вариант, смотрите. Интеллигенция. Дорогая, я считаю, что нужно поступить так. Я так не думаю, дорогой. Почему ты все время пререкаешься? Я имею право сама мыслить. А не культурно. Война у них проходит, все те этапы. Там драки нет. Я тебя заслужу до смерти. Понимаешь? Заслужу. Ты мне останешься без штанов. Ты же просто посмотри на себя. Ты же просто самка. Ну, 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 дорогой. Это ты скажешь моему адвокату. Хорошо. Они начинают войну вести. На судах. Опускать друг друга. Через что? Через деньги, через имущество. И очень часто бежливо, так, культурно, так, с таким смачным, интеллигентским цинизмом. Это еще хуже. Лучше бы по сапатке. Вот такое лицемерие. Но мы видим, что эти вот энергетические силы, вот эти вот структуры, они входят в сознание человека и держат их. Они не могут спокойно даже разойтись, не могут спокойно. Даже когда они расходятся, я тебя и там достану. И он, значит, в таких случаях бывает. Разведенный он все равно приходит. Что-то требует. Ну, что? Они говорят, продолжим? Я тебе докажу, кто есть хозяин, на самом деле. Итак, дети, если они живут в такой атмосфере, еще если к нему это, у него получается вдвойне пресс. Вот это и есть ад. Смотрите, как эта система работает между государствами. То же самое. И это все в ведах описано одним стихом на санскрите. Всего лишь один стих. Если вы прочтете, вы не поймете, о чем речь идет. Там описывается, у Адхармы, был в своем поэме, а у Брама был сын поэме, Адхарма. Он родил того-то, тот родил того-то, тот родил того-то, этот родил того-то. У них еще были сестра. Дурукти, злая речь, которая рождается, гнев, и т.д. Перечисляется. Прочитал, он ничего не понял. Поэтому без расшифровки очень сложно понять ведические тексты. Там информация сжата. Очень сжата, глубоко. Если вы сами будете читать эти тексты, вы ничего не поймете. Поэтому нужны комментарии к ним. Вот почему говорится, что без гуру это не понять. Это очень для людей, которые обладают разумом. Описывается, в книге, эта книга, там описывается причина разрушения Вселенной. Вселенной. Что же говорить про семью? Смотрите, как начинается война. Итак, есть сильное государство, есть слабое государство. Сильное хочет повелевать. Мы Бог, да? Да? Мы повелевать хотим. Ну, к примеру, США сейчас этим болеет серьезно. Германия уже отболела, Россия отболела. Теперь США этим болеет. Выводов не сделано никаких из истории. Это и есть моразм полный. Итак, маленькое государство. Например, Ирак. Первая стадия. Живите, как мы вам говорим. В ответ сопротивления. Не хотим. Не хотите жить, как мы вам говорим? Хорошо. Тогда что? Жадность. Экономические санкции. В ответ на жадность. Скрытность. Есть оружие? Нет оружия? Не верим. Не верим. Надо проверить. На самом деле есть оружие. Можно уже понять по ситуации, что оно есть. И будет пущено против них. Однозначно. А пока армия тоже видно. Так. Следующая стадия. Ссора. Комиссия приехала. Докапываться до каждого столба. Они уже приехали с целью поссориться. Все. В ответ на ссору что у них появляется? Неуважение. Публично рвать американские флаги. Делать ляпусы по международному телевидению. Дипломатические ошибки начинаются. Следующая стадия. Неуважение приводит их в состояние гнева. Гнев. Гнев. В ответ на гнев появляются дур руки. Злая речь. Что делает злая речь? Мы вас похороним. Как этот. С халашом кричали. Смерть американцам. Все они там взывали их. Оскорбляли. Портрет рисовали. Там сжигали. То есть оскорбление. Хамство. В ответ на это агрессия. Першинги полетели на Гулу. Дальше. У маленького государства начинается паника. Они ищут себе кого? Защиту сильной. Начинают что? Присоединяться. Бегство. Порождать преследование. Так завязывается, что международный конфликт. Начинается мировая война. Видите, как эти психические силы действуют? Медитические цари очень хорошо это знали. Прежде чем принять какое-то политическое решение. Они созывали совет. Из кого? Из мудрецов. Мудрецов говорил им, что надо делать. А что не надо делать? Они в этой стадии хорошо очень знали, на какой стадии находится сейчас ваше отношение с тем или иным государством. И подсказывали, что нужно делать. Понимаете идею? Поэтому мира было больше. Знаний было больше. В отношениях между друзьями то же самое. Итак, теперь мы сделаем вывод. Как разорвать эту цепь? Вы должны проследить, посмотреть, на какой стадии находятся ваши отношения. На работе, либо с семьей, либо с детьми. Проследите, на какой стадии у вас находится эволюция вот этих вот деградаций. И самое главное правило должны понять, что из чего рождается. Нужно убрать причину, уйдет следствие. Допустим, состояние, ну к примеру давайте, состояние гнева. Родители гневаются на детей. Вы уже знаете, что если дальше это продолжать в таком стиле, будет следующий этап, последующий этап и так далее. И вы узнаете, к чему это все приведет. Что нужно сделать на этом уровне? Прекратить гневаться. Гнев прекращается, он уже начнет вас потихонечку уважать. То есть, смотрите, у вас гнев прекратился, у него до рукки уйдет. Злая речь. Злая речь ушла, у вас гнев уже не будет вспыхивать. Понятно? То есть, оборвать эту цепь. Не тем же местом, противоположным. Кстати, Иисус Христос об этом говорил. Нельзя отмыть горшок из-под вина вином. Он уже намекал об этом. Ударивайте по правочнике, подставь левую. Очень примитивно они понимают его слова. Значит, поставь. Это глубже надо понимать. Он объяснил идею кармы, как она работает, как она действует. Поэтому это могут объяснить те, которые раскрыли этот секрет. Мяч поднял от меча и погибнут. Он это постоянно говорил. Что никогда злом злом не отмоешь. Только добром. И так вот хамит в ответ никакого гнева. Запомните. Как только вы взорвались, попсиховали, хамство будет больше. Оно не будет меньше. Допустим, стадия скрытности. Вот вы видите, что у вас ребенок скрытно ведет себя. От чего рождается скрытность? Смотрите в тетрадке. От жадности родителей. То есть, не нужно изначально договариваться с ним. Делай то, я тебе за это вот это дам. Я тебе дам вот это, только никогда больше не обманывай. Лучше скажи, что я хочу. Понимаете идею? Но самая изначальная проблема, это желание им контролировать. Нужно к ним относиться, как к равному человеку. Но при этом играть роль родителей. То есть, мы не должны с ним как с дружком себя вести. С подружкой. Субординация должна держаться. Но отношение внутреннее как к равному. То есть, вот эта схема, если вы ее изучите внимательно, вы увидите, что все конфликты проходят по этим стадиям. И вы сможете стать очень хорошим специалистом по решению конфликтов. Вот кто психологией занимается, вам это просто подарок. Вам не нужно больше ничего знать другого. Вот я вам пример расскажу, как решилась одна проблема в одной семье. Значит, одна девушка постоянно избивалась другим юношей в старших классах. То есть, он сделал ей два раза в трясение мозга. Такие знатные люди, известные в городе. Один был генералом милиции, это сын. А та девушка, он был крупным предпринимателем, магазины свои крупные держал. То есть, тоже человек с деньгами, имущий. И что в результате этого конфликта детей поссорились родители. То есть, он сказал, если подойдите в суд моего сына, я устрою так, что ваш бизнес накроется. Так, а те сказали, что мы наймем киллеров, у нас хватит денег, вас всех перестрелять. То есть, смотрите, они начали сражаться. Запомните, этот перекрест всегда возникает, когда дети ссорятся. Родители тоже начинают в эту карму входить и тоже начинают ссориться. Я знаю, что два пацана попихались, а отцы друг другу голову проломили. Война начинает идти, перекидывается на родителей. Вот вы должны быть очень разумным человеком, не опускаться до такого уровня. Нужно разобраться, за чего они враждуют. И вот это сейчас семейная пара обратилась за помощью. Зная этот закон, что, запомните, мужчина никогда не поднимет руку, если женщина не хамит. Запомните это правило. Причина была в ней, что она, либо она как-то его унижала, мужское достоинство, либо циничность себя вела с ним. Я поговорил с этой девушкой. И она говорит, да я нормальная. И она сказала, а как с этим козлом еще разговаривать? Смотрите, фраза, козлом. Это означает, что она так вела себя, так публично говорила. А за козлом нужно ответить. Понимаете, что за козла отвечают всегда? Народная приговорка, поговорка. Или приговорка. Козел все будет, будешь отвечать. Это правило. Тем более, девушке, запомните, если парень скажет, ты там то и сё. Они как-то еще там попихаются, поразбираются там, и потом они к какому-то знаменателю придут. Подерутся вместе, потом выпьют вместе, друзьями станут. Это мужские отношения. Но если женщина так ведет себя, там задевается уже глубже. Это же женщина сказала, публично. Она унизила его, и мужское достоинство очень сильно задевается. В ответ что? Бах! И вот чем больше она так в себе вела, тем больше он ее бил. Родители уже готовы были друг друга перестрелять из-за этого. А теперь дальше смотрите. По закону кармы, если до брака у юноши возникают такие конфликты, претензии друг к другу, это означает, что они были мужем и женой в прошлой жизни. Это сто процентов. Я ей объяснил, что от чего это идет. У вас привязанность со знаком минус друг к другу. Это та же самая привязанность, только с минусом минусовая. Просто поймите, вы его оскорбляете, он у вас бьет. Вот и все. Причем его посадят, посадят его, а вы останетесь безнаказаны. Сейчас же как рассматривают? Кто ударил, тот виноват. А кто спровоцировал, не рассматривается. Конечно, девочку ударили слабенькую. Пацан плохой, давайте его в тюрьму. Это несправедливо. Например, в Индии, если, допустим, женщину изнасиловали, там изучают, почему тебя изнасиловали. В каком-то виде ходила. Его, конечно, наказывали, но на нее налагали огромные штрафы. За провокацию этих вещей. Это правильно. Ты же спровоцировала. Чего-то меня нападают. Два часа ночи иду на высоких каблуках, в короткой юбке, с вырезом. Чего-то пристают, пристают, я не знаю, ну что такое. На самом деле, а? Ужас какой-то просто. То есть, это своего рода психическое насилие над мужчинами. Если люди не сдержаны, они не могут сдержаться, у них начинается голову укрыть. Так вот, она говорит, так что же, теперь извините, что ли, перед ним? Я говорю, да. Почему нет? Надо пойти и сказать. Я тебя оскорбляла козлом, публично, извини меня, пожалуйста. Я считаю, что я была не права. Главное признать свои проблемы. А, он мне говорит, два сотрясения, говорит, он мне сделал два сотрясения, и я буду еще и извиняться перед ним. Видите, эго, эго опять, раз. Эго опять его держит. Эта карма опять сцепилась в них. Они не хотят этот кактус спустить, который их колет. Я говорю, отпусти кактус. Просто делай это. Подобни немножко свое достоинство, так называемое. Ты хочешь, чтобы твои родители поубивали друг друга? Это произойдет неминуемо, они влиятельные люди. Ваш бизнес будет уничтожен. У него силовые структуры, поймите в эту вещь. Не дай бог еще, ну, там действительно поубивают. Трагедия будет. Хотя бы ради родителей своих сделай этот шаг. Ломка. Запомните, эго дает ломку страшную. Чтобы избавиться от нее, нужно сильно перестрадать. И если ты сделаешь этот шаг, ты победишь карму. Коррекция кармы, слышали? Вот мне, верьте, мне смешно это слышать. Коррекция кармы. Ты пришел, он там бурками помахал, у тебя все будет хорошо. Ничего себе все хорошо? Там так закручен клубок, только ты его сможешь развязать. Перешагнув свое эго. Коррекция кармы. 500 баксов. Обман очередной. Куча книжек написана на эту тему. Итак, смотрите дальше, что говорят веды. Как только человек перешагнул через эго, с этого момента карма не влияет на него. Нет больше почвы. Это удел мудрецов. Так вот, она сделала так. Что вы думаете, что произошло? Через некоторые... Она пришла к нему, извинилась перед ним. Она потом рассказывала. Он покраснел, побледнел снова, побледнел снова, покраснел. У него что-то начало происходить внутри. С этого момента, смотри, что происходит. У его сердца появилось то, что он ее бил, что он тоже неправ. И он извинился перед ней. Принес ей цветы, говорит, простите, пожалуйста, я больше так тоже не буду. Я тоже был неправ. Смотри, что было дальше. Разборки среди родителей прекратились. Пока просто прекратились. Через некоторое время... Через некоторое время они заявили, что хотят пожениться. То, что требовалось доказать, это продолжение их семейной сцены в прошлой жизни. Понимаете? Психологи-то не могут понять, что такое карма. Они не могут врубиться в эту идею. Откуда это идет? Можно было посоветовать, как грамотно юриста нанять, да? Как правильно его там усадить на место и так далее. То есть мы всегда принимаем чью-то одну сторону. Нужно рассматривать и искать корень проблемы. Откуда он растет? Родители потом помирились. Те, которые имели магазин, стали еще больше иметь, потому что теперь крыша стала. Серьезная. А те получили тоже очень много денег от них. И эти счастливы стали. Видите, как происходит? Выгодно стало всем. Только потому, что один человек переступил. Это свое несчастное эго. Эго – корень всего зла, пишите. Там все лежит. Виноваты все, только не я. Дети, конечно, какой с них спрос. Даже взрослые люди не разобраться во всем этом. Что говорить про детей? Поэтому родители должны помочь им. Никогда не принимайте жалоб своего ребенка. Меня там обижают, убьют. Был случай один в деревне. Девчонку все время били пацаны. Ну, это, видите, 8-9 лет. И родители тоже переругались. Вот ваши пацаны бьют мою девочку. С велосипедом ее кидают и так далее. Что это такое? Девочка никогда правду не расскажет. Она говорит просто, меня бьют, меня обижают. Она не скажет, что мама, я им язык показывала, издевалась над ними. Обзывалась всякими словами противными. Они за это меня бьют. Так она не скажет. Они переругали, вся деревня переругалась. Дрызг из-за этого. Я говорю, ребята, просто давайте сделаем так. Последим. И посмотрим, как все на самом деле происходит. И мы сделали засаду. Вот, видимо, она едет на велике. Смотрите, едет на велике. Останавливается. Два пацана играют в мяч. Вот так вот. Какой ты футболист? Ты по мячу попасть не можешь? Футболист называется. Он так выберет мяч и едет по ней. Косой к тому же еще. И на велик. Он охватает свои велики за ней. Догнали ее, повалили, нарвали травы и просто ее запихали. Гады! Побежал жаловаться. Папа, папа, меня убили. Ну, мы видели это. Как было на самом деле. Она сама спровоцировала эту ситуацию. А пацанам досталось. Конечно, идет миленькая личка. Такой. Мы накормили травой. Мать. Мою доченьку. Ой, какой кошмар. Ваш сын урод. Это ваша дочка урод. И понеслась. Я вам расскажу свой личный случай. Один пастух корову свою домой гнал. Обычно тот, кто хозяин, тот отвечает за своих подчиненных. Родители за детей. А пастух за корову. А у кого есть собака, отвечает за собаку. Вот я отвечал за собаку. Моя собака гуляла в то время. Ну, что ты в голову взбрендила, цапнуть ее за копыта. Все, корова так взяла. Пошла дальше. То есть ничего не произошло. А тот испугался, взял палку и сильно ударил по хребту псу. Он лежал целую неделю потом. Я его там отхаживал. У меня гнев. Вот мою собаку. Ничего себе. Я пошел, я побегаю к нему и говорю. Такими крепкими словами. Ты отморозок старый. Честно признаюсь, вырвался гнев. Он может так действовать. Ты что, говорит, делаешь? Я что делаю? Я животное защищал, да? Он не прав был. Ничего плохого он не сделал. Он ударил собаку, она лежала, отъезжала. Ты что, говорит, вообще творишь-то здесь? Хрюч старый. Добавил. Как только я это сказал, и я, после этого глядом, я понял. Сейчас придет его сын, и начнется драка. И это четко увидел. Даже ясновидящим не нужно быть, чтобы это увидеть. И он так стремительно пошел домой. Я говорю, надо переезжать. Срочно. То есть, смотрите, ошибки будут. У всех. Мы люди, у нас есть фактор теоретический. Мы можем срываться. Главное, увидеть вовремя свою ошибку. Вы ее совершили. Все. Проанализировали. Знания уже нужно использовать. Сейчас будет реакция. Естественно, что он... Он же не скажет правду. Я шел мимо. Долбанул чужую собаку. Она лежит, рыгает кровью. Он же так не скажет. Какой я негодяй, сын. Иди и ударь его за это. Так не скажет. Он скажет от своей колокольни. Я шел, на меня напали. Точно. Когда я пошел уже к нему домой. Извиняться перед этим человеком. Я, значит, иду. И смотрю, сын бежит. Уж так идет. Сын в руке у него это, я держал. Палка. Гнев. Ярость. И он так. Ты моего батьку оскорбил. Да? Ты моего батьку оскорбил. Вот так мне оберется на это место. Я говорю, а драки не будет. Опередил события. А драки, говорю. А я говорю, я иду извиняться перед твоим отцом. Говорит, не хватит. А сердце там говорит, ну ты же занимался боевыми искусствами. Один удар слева, один снизу. И он лежит. Все. Замочи его просто. Я говорю, давай. 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 Он напал на тебя сам. Ты прав. Ты прав. Ты прав. Твою собаку унизили, оскорбили. Так подло. Еще нападает на твой дом. Давай. Хук слева. Не будет драки. А вот здесь все клокочет. Я иду дальше. Вон сзади. Нет. Ты оскорбил на носа. И поливай с ним матом. 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 То есть, давай, доберись. Он не может вас с меня ударить. Нужна причина. Вот это моя расплата была за хамство. Иду дальше. Это было три года назад. Иду дальше. Захожу к нему в дом. Сидит его отец. Вот так. Его жена. Никоняк. Иду меня. Терпи. Терпи, брат. Терпи. Все. Того руки чешутся. Это орет. Я говорю, знаете что? Я пришел извиниться перед вами. Вы старый пожилой человек. Я не имел права вас так называть. То есть, вы можете исправить свою ошибку. Он был не прав. Что ударил эту собаку. Я говорю, я виноват в том, что я совершил вот такое вот хамство. Вы старший пожилой человек уважаемый. В этом я не прав. Просите меня, пожалуйста. Все. Все. Смотрите. У сына палка опускается. Жена его замолчала. И он такой. Пошел вон отсюда. Я извиниться. Он мне пошел вон. Монстр здесь. Извините. Извините. Я ухожу. Иду. Как ты посмел. Тебя опять унизили. Давай, давай, давай. Шайтаны там. Сердце. Пришожу домой. Состояние паршивое. Просто паршивое. Как будто тебе накакали вот так вот душу. Слоны прям вот такие вот накакали туда. Вот так вот сидишь. Ну, видите. Ай, опять. Ну, ты же был прав. Ну, почему так, а? Ну, я знал. Я знал просто этот механизм. Я сам это людям говорил. Я знал механизм. И попался на него. Я говорю, не надо. Следующей стадии. Не должно быть. Что вы думаете? Да, все замялось. Все было тихо, шито, крыто. Он вроде, он ходил еще дулся, не здоровался со мной. И на следующий год, когда я приехал, он подошел ко мне и говорит. Знаешь, дорогой мой друг, говорит. Если бы ты тогда не извинился, я бы твою собаку убил. Зимой она попалась ко мне в капкан. Я просто бы пришел, был вилами, говорит. И выкинул, говорит, в эту реку. Ну, я, говорит, несколько раз еще даже ходил, она срывалась. И прицеплял его тебе на поводок. А потом, через некоторое время, мы уже стали здороваться. А еще через некоторое время, уже нормальные отношения. Все. Видите, эта карма прошла. А могло бы кончиться побоищем, дракой, поджиганием домов и так далее. То есть, к чему я вам говорю? Эти знания не дают вам свободы от гнева. Она будет, но вам нужно срочно остановиться, прежде чем что-то сделать, какое-то решение принять. Вот, допустим, возник конфликт, он вспыхнул. Вы попались на это, почувствовали, все, попалось. Гнев пошел. Отойдите в сторону. Сядьте спокойно, подышите ровненько. Или искупайтесь. Сядьте спокойно, откройте то, что вам писали, и посмотрите, какие следующие будут стадии. И вы очень четко увидите карму. Поэтому я вам говорю, не нужно быть ясновидящим, чтобы точно предсказать, как дальше будут развиваться события. Поэтому мудрецы, они видят ушами и разумом. Таким образом и астрологические прогнозы делаются. Вы можете вообще предсказывать события, даже не зная астрологию. Просто сделайте опрос, протестируйте одного, второго, третьего. Зная этот закон, вы скажете, что еще выйдет. А звезды просто показывают дату, когда это произойдет. Когда будет развязка этих событий. Понятно? Поэтому без знания невозможно увидеть будущее. Помните, мы говорили, без знания нельзя увидеть будущее. И таким образом вы должны отслеживать свое поведение. На работе, например. Руководитель давит. Вы сопротивляетесь, естественно. У него появляется жадность. Не получите вы ни зарплаты, ни премии, ни отпуска. Ни, 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 ни. В ответ скрытность. Сами возьмем. Заболеем как-нибудь. В декрет вложенный уйду. Там еще что-нибудь. Появляется лживость. Крутиться начинают. Советский Союз так развалился. Приписочками. Начальство проезжало, а они приписывали. Где пятилетка? Есть пятилетка. Пятилетка за два дня. Есть пятилетка. Нет пятилетки. Бам так и не построили. А на бумагах все есть. Начальник смотрит, на бумаге все есть. Что такое вообще? Ну, бумаги есть, денег нет. Ну-ка все. Все собрания. Бьет на бат. Собрание. Так, смотрите, поведение. Так. Ну и долго вы будете меня... Так пальцы бьет. Что это такое? Почему не работаем? Ссора начинается. Видите, он начинает ссориться. В ответ на ссору появляется неуважение. Ну, знаем, кто ты. Ну, знаем, Василий Васильевич. Как только он выходит, все его называют именем определенным. Запомните, в любом коллективе есть родителька Кэт. Которая очень хорошо знает азбуку Морзе. Ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. И она никогда не опаздывает. Она всегда выходит на связь. Вовремя, в положенное время. Ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Как вы назвали свое руководство? Каким именем? Понятно? Он будет все знать каждого. Следующий этап. Ссора переходит в гнев. Гнев порождает грубую речь. Мы вам покажем все на баррикады. Долой эксплуататоров. Грубая речь порождает агрессию. Уволю вас всех. На первое сокращение попадаешь. Понятно? Та же схема. Вот вы следите. Как только у вас появилась... Вы видите, что у вас появилась скрытость по отношению к начальству. Скрытость появилась. Что нужно делать? Не дальше не скрывать. Надо правду начать говорить. И начальник вас начнет уважать. Единственный человек, который говорит правду. Наконец-то. К себе раз. Правду нужно говорить как? Мягко, не задевая ложного эго. Итак, допустим, ребенок, если понял. Ну, подросток или уже подросший ребенок. Или взрослый ребенок. Допустим, родители его прессуют. Что ему нужно делать? Мы с обратной стороны смотрим. Как дети могут поступать. Знай этот закон. Так, родители его прессуют. Родители все равно гневаются на него. Что нужно делать? От чего гнев рождается? Родителей? От скрытности детей. Ясно? То есть нужно убрать причину. Формула очень простая. Смотрите, что от чего рождается, убираете причину. Все. Сердце и прозваливается. Но, запомните, нужен еще фактор времени. Не ожидайте, что это мгновенно произойдет. За одну секунду. Нужен фактор времени. Вот так вот устроено во Вселенной. Представляете, как высший разум все это устроил? Гениальным образом. Есть порог, есть проблема. Есть чистота, нет проблем. Нас заставляет буквально в смысле слова идти к свету. Идти к Божий мир. А грязненьким туда не берут. Ругаться со Всевышним. Это не для них. Таким образом, задумайтесь очень серьезно. Можете такой график сделать. Повесьте себе на стену. Смотрите. Как только вас понесет, сразу отслеживайте. Потом это уже в вас войдет. Вы будете очень быстро ориентироваться в ситуации. И грамотно поступать. Вы будете очень хорошим дипломатом. Давайте вопрос. Почему в грубом теле может быть обучение? Нет инструмента. Не сможете общаться. Тела нет. А браку связи? Это тело предназначено для того, чтобы мы совершали действие. А мы не можем действие делать. То есть, действие, а потом последствия. Делаются выводы этого действия. То есть, мы можем получать выводы, опираясь на действие. А когда действия нет, нет выводов. Это состояние. Состояние ума человека. Состояние его души. Его вкус счастья. Его идея существования. Это тоньше, чем энергия. Это нельзя сказать, что это энергия. Это психическая сила. Такой стиль. Стиль жизни. Понимаете? Нельзя назвать этой энергией. Ее нельзя измерить. Можно назвать характеристики наработками? Да. Абсолютно точно. Это наработка с прошлой жизни. Мы наработали какой-то опыт жизненный. И опираемся на него и действуем таким образом. Вот Писание, допустим. Вот сейчас я вам сказал. Это Писание так говорят. Это слова самого Бога. Он раскрывает этот секрет. И вот это знание называется аппарушея на санскрите. То есть, сверхчеловеческое. То есть, оно недоступно людям. Они не знают, как работает тонкий механизм кармы. Но если вы его начинаете постигать, вы можете избавиться от всех пут. Поэтому в ведах говорится, что люди, которые получают это знание, им уже это было определено в прошлой жизни, это получить. То есть, уже было важными поступками предопределено, что вы их услышите и получите. То есть, вывод. Это удел благочестивых людей получить это знание. Понятно? Я уверен сто процентов, что все вы здесь присутствующие, задавали все вопросы, и все вы верите в высшую силу. Есть такие люди? Поднимите руку. Вы искали уже раньше. Иисус говорил, ищущий себя найдет. Стучите и открыто будет. То есть, как только наше сердце наше готовым, оно хоть какую-то чистоту, там хочет получить чистоту, ему дают. Вот если вы расскажете это другим, они не будут вас слушать. Они скажут, да ладно, все, расслабься. Или слушают, но не воспринимают серьезно. А здесь описываются серьезные вещи. Можно целую научную диссертацию написать на эту тему, из основного стиха. Можно целый институт построить, опираясь на это, решение конфликтов. Любые конфликты можно решить. От жадности. Это уже деточки жадности. То есть, фундаментальный закон в чем заключается? Любая психическая сила порождает подобную силу. Понимаете правила? Вам нужно научиться отследить, что из вас вышло, и вы можете точно увидеть, в каком стиле пойдет обратно бумеранг. Вот что нужно понять. Тогда вы поймете, как устроен этот мир. Как закон правосудия работает. Если вы обвиняете кого-то в своих бедах, если вы не прощаете кого-то, это никогда не кончится. Я не прощу. Все. Не прощу, значит не отпущу кактус. Держусь за него и ору. Помогите мне, мне больно. Пусти кактус. Нет, не могу, он мне очень дорог. Мой кактус. Это, кстати, лидический пример. Еще сравниваю таких людей с верблюдами. Верблюд, когда жует колючку, колючки ранят его полосырта, у него колючка смешивается с кровью. Этот вкус ему очень нравится. Кровавый такой вкус. И он ест свою собственную кровь, этот обалдеет. Классическое сравнение. То есть, людям нравится есть, пить свою собственную кровь. Это называется аханкара. Аханкара я сам себя караю. То есть, на шайбе. Анекдот по этому поводу есть, по карму. Джигип такой, стоит на горе. Крови такой весь, в синяках. Другой подходит. Эй, слушай, что с тобой случилось? Ты почему-то такое увидели. Кую не могу выбросить. Поднимаю, только бумеранку не в руке. Так ты просто ее, это самое, брось. А, Сан, попробуй брось, да? Сан, попробуй брось. Грузи, приедут. Эй, говорит, он должен упасть. Чего он возвращается? Борьба все время идет. В ведах описывается история, как было применено оружие на райна. Слышали? Есть такое оружие. Чем больше боюешь, тем больше она сильнее на тебя действует. И вот когда была война на Куршетре, она была запущена против пандалов в Махабхарате. И только сам Всевышний, который был играл роль колесничьего, он знал, как действует оружие. И он говорит, О мой Господь, чем больше мы противостоим этому оружию, тем больше оно действует. Мы не знаем, как противостоять ему. Что это такое вообще? Он говорит, это оружие на райна. На райна это Всевышнего. Оружие Всевышнего. Вам нужно сейчас всем сложить оружие и лечь. И вот все так сделали, сложили оружие и легли. И оно стало тише действовать. Только один вояка там, Нет! Я буду сражаться! Раз не действовал, тем сильнее потоки огненной лавы, там все у него сыпалось. И он все сражался, сражался. И он говорит, Пожалуйста, идите, положите его, иначе он загубит нас всех. И они положили его, Говорит, лежи, это победа будет, и стреляешь. Нет! Я воин, я должен сражаться. Вот его силы удержали. Как только его положили, оно исчезло, это оружие. Прекратило свое действие. Вот это и есть оружие Нарайны. То есть эго, это и есть оружие Нарайны Всевышнего, которое ты сам себя убиваешь. Страшная вещь. Какие еще вопросы? Уменьшить? Ложное эго уменьшается само собой, если человек признает, что он не является господином в этом мире. Если он отпускает в свое сердце Всевышнего. Все. Ты, господин, не я. Ты будешь решать. Есть такая техника. Кто-то вас обижает, просто представьте в лучи белого света и скажите, Господь, он в твоих руках. Все. Это психотехника древняя, югическая. Просто представьте в лучи белого света. На него свет идет. Все. Он в твоих руках. Я не буду сюда лезть. Понятно? То есть можно избавиться от эго, если мы пустим туда истинного владельца этого мира. Другого варианта нет. Будут претензии к судьбе. Не слышал. В одного человека лучше. Да. Надо представить этого человека в луче белого света. Сияющего, красивого. И сказать, Господь, он в твоих руках. Все. Ты реши эту проблему, пожалуйста. Я не буду лезть сюда. А Иисус сказал другими словами. Не суди. Ибо каким судом судишь, таким тебе отмерено. Будет тот же самый закон. То есть мы не должны никого осуждать. Пьяных или трезвых. Мы не знаем, почему он сегодня пьяный. Мы не можем сделать трезвых оценок. Но если мы делаем оценки, мы навлекаем на себя тоже карму. Кто из вас замечал, что если вы кого-то критикуете, через некоторое время вы себя обнаруживали в таком же положении? Кто замечал? Я это замечал. Так действует закон судьбы. Как только вы критикуете, о, бомж, не факт, что ты не обеднеешь. Все в жизни бывает. Поэтому такое. Надо смотреть по концу жизни о счастье человека, а не то, как он сейчас живет. Это дает им возможность бороться с завистью. Сейчас он им богат и счастлив, но вы не знаете, что будет дальше. Поэтому гороскопы ведические смотрятся, хороший гороскоп или нет, по концу жизни человеку, как закончится его жизнь, а не как она сейчас идет. А в западном варианте наоборот делают, смотришь, что ты сейчас имеешь. Работа с эго, это и есть суть духовного прогресса. Все, другого нет смысла. Любая религия призывает одно, освободиться от эго. Пустить туда Бога. Любая. Восьмой дом в гороскопе это дом эго. Он и есть эго. Это карающий дом. За что человек будет свяк? А где конец жизни? Конец жизни, двенадцатый дом в гороскопе. Напрашиваю, вот такой вопрос. Если есть ложное эго, значит есть и истинное эго. Есть ли это эго? Абсолютно правильно. Слово ложное эго означает неправильное понимание себя, своего я. А истинное эго это ваша собственная личность. То есть личность, многие путают, они пытаются уничтожить личность, растворить ее. Есть некоторые даосские практики, буддийские практики, они хотят растворить себя в небытие. Они говорят, что все проблемы в жизни возникают из-за того, что я личность, у меня много желаний. Нет желаний, нет последствий моих желаний. Слышали такую философию? Но вот что об этом говорят веды, что душа, она вечное живое существо. С определенными личными качествами, которых... То есть вы единственный и неповторимый. Таких, как вы, больше не будет. В этом заключается гармония со Всевышним. Ему нравится иметь разные личности и общаться с ними на этом уровне. Даже снежинок одинаковых не бывает в этом мире. Все снежинки разные, их миллиарды. В этом заключается истинное эго. Истинное эго означает, я есть, есть достоинства, есть личностные качества. Но они направлены на любовь к окружающим людям. И не только людям. Ко всем живым существам, в том числе и к Всевышнему. Это называется истинное эго. Это не персонализм. Раствориться в небытие. Стань никем. Наоборот, стань душой чистой и светлой. Поэтому людям не нравится, когда Богу молится. Смотрите. Вот, допустим, вы молитесь к человеку Богу. Вот кто из вас представлял рай, когда один Бог стоит. Один Бог стоит, и все его кланяются, кланяются. Хочется индивидуальных отношений. Заметили? Да. Такого ответа говорится, что в духовном мире он разделяет себя на разные формы. И вы будете только вы и только он. Только вы и только он. Понимаете? У вас будут свои личные неповторимые отношения. Никакого колхоза и никакого коммунизма. Однажды одного святого спросили. Если весь мир примет сознание Бога, что будет на земле? Он сказал, не будет коммунистов. Первое, что не будет. Что такое коммунизм? Нет, нету личности. Есть массы. Есть массы, которые потребляют что-то. Нам нужно что? Чтобы эти потребители были счастливы, потребляя что-то. Это и есть коммунизм. То есть массы, люди называют кадрами, массы, народ. Народ требует. Какой народ? Или песня народная. Что весь народ песню сочинял? Вот весь народ, вся Русь, сидели и сочиняли песню. Калинка, Малинка, да, все сочиняли. Один человек сочинил, просто все остальные подхватили. Или слава русскому оружию. Слава Башкирцеву, который изобрел Катюшу. И слава Циолковскому, который до этого трудился. Смотрите, за этим стояли личности. И они толкнули народ к победе в свое время. А в нем ничего не говорится. Слава Жукову. Именно Жуков победил в войне. Не было бы Жукова, не было бы войны. Ой, не было бы победы. Поймите ту вещь, что все в этом мире творят личности. Есть Гитлер, есть война. Нет Гитлера, нет войны. Есть Леонид, есть революция. Не было Леонида, не было бы революции. Марс там и так далее. Это называется персонализм. То есть историю творят личности. Поэтому если мы такие личные существа индивидуальные, почему Бог должен быть безличностный? Мы не видим в нем личности. Мы считаем, что это просто само собой разумеющееся. Ну да, ну какой-то разум, абсолютно ничто, вечная пустота. Как только его не обзывают. Ну представьте, вот допустим, вот у вас есть имя, да? Как вас зовут? Татьяна. Татьяна, вы на самом деле не Татьяна. Вы всего лишь квант сознания, который находится, квант сознания, облепленный атомами и молекулами. Вы всего лишь нуклеидно-белковая масса. У вас есть дети? Нет. Ну, к примеру, есть дети, да? У вас есть дети. Как зовут вашу доченьку, к примеру? Машенька. Машенька на самом деле побочный продукт ваших физиологических функций. Так? А вы все вообще просто большое ухо одно вселенское. Вы вечная пустота. На самом деле вас нет. Я вам это сейчас докажу. Это философия, персонализма. Что вас нет. Из чего стоит ваше тело? Из атомов. Атомы слепились и разлепились? Когда они слепились, вы есть. Когда они разлепились, их нет. Поэтому вы ничто. Оскорбление. Просто оскорбление. Называется дживоаппаратки. Оскорбление от живых существ. Вот точно так же они о Боге говорят. Это космический разум. Но говорят, что розу создала личность. Там есть художественный вкус. Павлина кто раскрасил? Художник рисует павлиния пера все. О-о-о! Браво! Какой ты гениальный! Но он срисовал уже это с павлиния пера. Его уже кто-то раскрасил. Кто? Природа. Чья природа? Божественная. Личность этим стоит. Поэтому это говорится, что это верховная, божественная личность слова. Это прибавляется. Иисус Христос что? Сын пустоты? Смотрите. Бог это разум. А Иисус пришел от пустоты. От вселенского какого-то разума. Он говорил, у меня отец. У меня отношения с ним. И что вы устроили в доме его бардак? Он защищал его личные интересы. Как ваш сын защищает интересы своих родителей. Понимаете идею? Вот сейчас весь мир зараженный персонализмом. Весь то же самое к детям. Они не лично плод. Они даже ребенка плодом называют. Плод называется именами. Это ребенок, там живое, живое существо. А если это плод, ее можно убить. Подумаешь, атомы связались, атомы разлепились. Все, убил никаких проблем. Страшная философия. Она страшнее, чем атеизм. На самом деле. Атеизм там хоть какой-то интерес к народу есть. Понимаете? Атеизм это тоже религия своего рода. Там они стараются просто себя ублажить материально. А имперсонализм страшнее. Они оскорбляют всех. Результаты персонализма это что? Фашизм это результаты персонализма. Вот у нас черепа вот такие, вот такие. Мы вас будем убивать. Потому что разница в черепах. Душа они не видят. А этот негритянский геноцид в Америке. Чего они решили, что они не имеют права на жизнь? Кто вообще это решил? Черные глаза. Почему у них черные глаза? Да очень просто. Это объясняется. Когда солнце яркое. Яркое солнце. Вы очки черные одеваете? Одеваете? Помогает? Вот у них очки врожденные черные. Чтобы глаза не сгорели. Черный цвет защищает активность солнечной энергии. Это даже науке доказано. То есть физиологически Бог создал им тело, чтобы они там жили в этих условиях. Вы знаете, что кучерявые волосы, там вентиляция лучше. Вентиляция. Просто вентиляция. Вот и все. А прямые волосы, как у европейцев, наоборот, они как щит, как крышу делают. Они собирают тепло. Это чисто физиологические различия, связанные с климатом. Они персонажи-то говорят. Они тупые. Давайте их убивать. Вот почему у казахов глаза узкие. Потому что они в пустыне живут. Песок все время сыплется. Глаза. Когда глаза узкие, песок меньше падает. Все. Вот вам теория расизма. Она надумана. Она из пальца высосана. Абсолютно. Все это возникает отсутствие знания, что я душа. Что есть душа, есть живое существо. А япония и китайцы. Как вы обучили? То же самое. Они вышли на самом деле из Китая все. Расселились потом. Это физиологические различия связаны с климатом. Но душа везде одинаковая. Если вам сказать, что голод китайский или русский. Как голод может быть китайским или русским? Или беда. Беда. Она бывает русская или китайская. Видите, это доказывает, что мы все с одного источника. А вот расизм основывается на имперсонализме. Поэтому эти философии вы еще услышите. Она очень популярна везде. Люди читают, ничего не могут понять. Кто я вообще? Что нужно делать в этой жизни? Поэтому идея какая? Веда говорится. Конечная цель жизни живого существа. Это научиться любить жизнь. Ценить ее во всех сферах. Поэтому вегетарианством мы не потому, что мы для тела хотим пользы, чтобы здоровее быть. Потому, что мы ценим жизнь этих животных. Вот и все. В этом заключается смысл вегетарианства. А не потому, что там калорий каких-то мне не нужно. Ядовитых мне не нужно. Или кислоту там трупную не хочу получать. Это не тот мотив. Если у вас животные были в доме, вы заметите там душа. Четко, проявленный характер. У меня пять кошек дома. Одна собака, четыре ежика. Даже ежики у них разные характеры. Один обижается, когда ему не достается. Он сидит и плачет. Мы ему отдельно обиску поставили. Но он такой у него характер. Он не хочет в общаге питаться. В общепите. Вот такой характер. Сидит прямо, он там дует, обижается. Если вы будете внимательны, вы увидите, что там есть душа. Даже душа есть в растениях. И по этому поводу мы с вами посмотрим фильм. Про растения и как ученые изучали их характер. Итак, спасибо вам большое. Сейчас пять минут перерыв. Был... Был... Продолжение следует...